всем здравствуйте сегодня у нас эфир на тему френча немножечко поговорим о френче как его можно сделать какими материалами как его можно разнообразить поработаем цветными гелями я подготовила уже и на своей руке варианты потом в конце посмотрим что у нас получится вот и так еще по ходу буду рассказывать всем здравствуйте давайте представлюсь кто меня еще не знает меня зовут юлия бабушкина я инструктор по маникюру и моделированию ногтей действующий топ мастер и творческий партнер компании эми сегодня с вами буду обсуждать френч классический дизайн здравствуйте пожалуйста дайте мне какой-нибудь знак хорошо ли меня слышно видно может так плюсики пошли отлично спасибо татьяна так ну что же смотрите моя позиция по поводу френча что это такая же классика как и например выкрас цветом я считаю что каждый мастер который только вступает на эту прекрасную дорожку бьюти до маникюрный мир обязательно должен сразу с базовых курсов уметь рисовать френч это не всегда конечно получается так на некоторых курсах не дают этот дизайн и вообще говорят что это более сложный там по отдельной цене и все такое возможно я не буду спорить но моя позиция такая что френч это тоже самое та же самая классика как и выкрас цветом вот я никогда не боялась френч я его всегда хорошо рисовала у меня на базовых курсах я прошла сразу до френчей то есть для меня это прям такой классика классика самого начала вот бывает он выкладной бывает у нас он рисованный мы сегодня посвятим наш эфир рисованному френчу вот и он тоже может быть разный может быть очень интересный у меня например в прайсе никогда он не выделялся именно классический белый френч да не выделялся каким-то ну там стоимостью отдельный это всегда входило в стоимость как и цветное покрытие вот когда его можно ставить по отдельной стоимости смотрите например когда мы начинаем его как-то пытаться разнообразить есть у нас такой вариант френча например когда мы на цветном покрытие его делаем здесь уже мы до уделяем ему большее время и плюс у нас там уже есть какой-то цвет и мы делаем классический еще френч да здесь можно уже поставить по другой стоимости кстати напишите мне пожалуйста в комментариях у кого стоимость входит френч у кого это такой же классический дизайн как и покрытие цветом как у меня а кто берет отдельную стоимость даже за классический белый френч вот я просто считаю что иногда если мы хорошо владеем техникой рисованного френча то выкрасить френч даже быстрее может получиться чем покрасить цветом но это по крайней мере у меня так вот про отдельную стоимость смотрите когда я включала его в отдельный прайс когда у меня основа какая-то цветная то есть я уже потратила время и мне на френч нужно его потратить дополнительно либо же у меня клиенты очень любили френч градиент тоже такой интересный дизайн когда мы не на весь много делаем градиент от одного оттенка к другому а только на френч вот здесь тоже это достаточно такая интересная техника чуть-чуть нужно потратить время на нее соответственно и получается эффект такой необычный редко кто делает такое это конечно же тоже идет по отдельной стоимости то есть здесь мы уже смотрим вот так же если мы делаем под архитектуру на которой будет френч какую-то растушевку цветом отдельно тоже например пуфингом или аэрографом да вот тоже можно поставить по отдельной стоимости но это на вкус и цвет так скажем у всех по-разному прайс составлен ничего не имею против когда у нас девочки ставит и френч по отдельной стоимости это каждого скажем так здравствуйте я с вами полностью согласна мне проще нарисовать френч и покрыть полностью у меня входит стоимость вот есть кто со мной согласен вот так значит смотрите мой самый любимый вариант френч это конечно белый классический но под ним я уже начинаю там какую-то цветную делать историю чтобы летом как-то разнообразить когда клиентам хочется и яркости добавить но при этом они привыкли действия такие клиенты которые привыкли делать только френч вот круглогодичного всегда каждый раз френч вот вот с ними мы делаем тогда какие-то цветные истории вот врач можно не только белым сделать конечно и неоновым на молочном тоже красиво смотрится добавить блесток можно в общем как угодно как придумаете его разнообразить все можно воплотить чем я рисую френч у меня две кисти сейчас я вам покажу их это скошенный квадрат номер четыре у меня пальчик уже подготовлен будем с вами сегодня делать какой-нибудь красивый я вот и линярка в зависимости от ситуации я использую либо одну либо другую либо совмещаю их обе вот здесь нужно смотреть на форму на квадрате на четком конечно идеально просто квадратом нарисуется и все прекрасно будет вот на миндале я использую еще и линярочку чтобы усики повыше прорисовать там допустим да вот просто линяркой можно на коротких ноготочках тоже сделать быстро то есть смотрим как удобно будет вот чем я это дело я знаю что многие делают плотными пигментированным гель-лаками у нас тоже очень плотный гель-лак белый но я предпочитаю красочку альпийский снег вот я ее ни с чем не мешаю мне ее консистенции очень нравится кстати еще момент про кисть скошенный квадрат смотрите если мы рисуем с кожным квадратом то здесь нам нужно будет дублировать френч два раза то есть промежуточной просушкой если же мы рисуем добавляем еще с вами линярочку то мы можем ей как раз под заполнить все вот и будет все хорошо красиво из первого раза я рисую так френч чтобы сразу заполнять из первого раза просушить его вот чтобы там он был не сильно толстый да вот у меня выскакивает значок нестабильная связь скажите пожалуйста не прерывается ли у меня сейчас хорошо ли вам слышно видно меня обычно хорошая стабильная связь но вот сейчас я вижу что много бывает все отлично да все нормально отлично спасибо большое так ну что давайте я переворачиваю уже камеру и будем с вами посредством темой нашего сегодняшнего урока вот настроимся так смотрите у меня здесь был достаточно свежий маникюр поэтому я не стала прям глубокий какой-то делать маникюр ну тут уже как бы некуда особо я сняла архитектуру оставила подложку и на эту подложку мы с вами уже будем делать архитектуру и уже рисовать френч вот чем я хочу сегодня поработать скорее всего я буду все таки делать вот хочу вот такой вариант сделать очень яркий и на нем сделать уже белый френч вот такой прям летний сочный оттенок я этот гель он из коллекции цветных гелей на прошлом уроке я как раз прошла неделя в прямом эфире показывала всю коллекцию но сегодня хочу поработать именно вот этим ярким для того чтобы нам с вами начать моделировать нам обязательно нужны подготовительные жидкости что это за жидкости это дегидратор nail prep и ультра бонд и берете любую какую вам нравится да эластичная главное чтобы тоненько ложилась у нас это может быть супер бонд гель это гелевая база она предназначена только для геля под гель-лак ее мы не наносим либо же баз гель это гель-лаковая база очень тоненькая жиденькая очень хорошо комфортно наносится тоже вот эластичная смотрите я в основном работаю супер бонд гель под потому что я в принципе гелевика работаю именно этой базы но иногда я пользуюсь баз гель для того чтобы например сделать моделирование или там укрепление клиентам у кого влажная ногтевая пластина потому что гель-лак у нас считается по свойствам абсорбентом вот и он очень хорошо стоит на влажных ноготочках если это история с возрастными ногтями сухими скрученными ногтями то лучше супер бонд гель он будет хорошо стабильно на натуральной нормальной ногтевой пластине стоять и также на сухой возрастной тоже будет отлично стоять он ее не будет скручивать не будет вытягивать влагу из-под но из ноготочка то есть здесь будет все хорошо стоять вот так что делаем подготавливаем нейл прэп нейл прэп у нас дегидрирует не только ногтевую пластину но и под кутикулы тоже вытягивает например какие-то остатки косметических средств вот например я сейчас перед тем как начать прямой эфир я пользовалась на кутикул римовером вот то есть нейл прэп очень хорошо сейчас вы вытянет и у меня не будет проблем уже с моделированием дальше ультрабонт ультрабонт нам нужно обязательно с вами нанести очень тоненько я прям вот так вот вытираю об край бутылочки вот и легкими легкими движениями сейчас буду наносить смотрите чтобы у нас кисть не раздваивалась прям легкие легкие движения прошлась все он прекрасно ложится кисточка не раздваивается потому что очень многие жалуются раздвается когда вы жмете на кисть вот если работать легко мой препарат очень его легко быстро наносим и с кистью проблем нет вот дальше у нас будет с вами база я буду использовать супер бонд гель нейл прэп у нас моментально испаряется с ногтевой пластины ультрабонт ему нужно где-то минутка но смотрите мы работаем с вами конвейером соответственно пока мы эту ручку накрасили то есть нанесли препарат до ультрабонт потом начинаем вторую здесь уже подсохло мы возвращаемся к первой ручки уже можно спокойно работать вот я пока объясняла все это как раз можно уже наносить базу базу всегда наносим близко к кутикуле не забываем про боковые стороны тонким слоем не втирающим обычным все сушим смотрите очень часто бывает такая ситуация мне ученики тоже задают вопрос почему все вроде бы хорошо обработала все прекрасно обезжирила но база начинает немножечко как подскакивать по ультрабонту поэтому очень часто ультрабонтом кстати не пользуются его опускают вообще в работе почему потому что говорят что по нему скатывается база это может произойти когда ультрабонт у нас очень жирный и очень ну такой скажем старенький до старайтесь следить чтобы он был новый разницу кстати между старым и новым ультрабонтом я сейчас все таки быстренько вам покажу смотрите когда у нас новый ультрабонт честно перчатки вам посмотрю покажу мы его наносим тонким слоем и он как будто сразу у нас высыхает вот такой вот сатиновый эффект это свежий хороший можно работать с ним и все будет хорошо старый ультрабонт у меня есть сейчас я вам покажу разницу его я использую уже для дизайна потому что для маникюра он не подходит сейчас все сами поймете он уже не высохнет он не впитается он будет вот такой маслянистый и вот именно по вот этой маслянистый консистенции у нас база может скатываться и это может быть причиной от слоек от кутикулы и от боковых валиков вот то есть следите чтобы препараты были все всегда свежие чистые вот почему он загрязняется потому что мы например можем один и тот же флакон использовать и для дизайнов втирки подкреплять допустим обрабатывать на те же наилдрессы то есть наклейки которые на водной основе да чтобы сцепка хорошая была вот и соответственно у него получается как бы такая идет загрязнение плюс пыль туда может попадать на воздухе если часто открыты тоже может загустевать поэтому следите пожалуйста за этим препаратом это очень важно так дальше я бы хотела все таки наверное давайте сначала без блесток попробуем если мне не понравится переход потому что я еще не делала с вами первый раз сейчас буду делать таким ярким цветом вот если же нам не понравится переход мы немножко добавим блеска у кутикула так сейчас работать я буду вот такой кисточкой овал номер 4 я ее очень люблю она хорошо и для моделирования и для выкраса цветом под кутикулу потому что у нее ворс очень тоненький я делаю сейчас мокрый пол и делаю я это всегда с отступом от не то что от кутикулы а от края базы почему во первых нельзя допустить чтобы у нас гель был за пределами базы это сразу будет от слойка но и соответственно по границе тоже стараться не ложить гель почему потому что может быть база там чуть-чуть где-то все-таки отскочила еще что-то чтобы нам не спровоцировать эти отслойки то есть всегда старайтесь сделать отступ гелем от края базы даже не от кутикулы ну и пляс ой заговорилась плюс у нас переход от кутикулы будет очень очень плавный не будет ступеньки при отрастании это будет очень естественно красиво отрастать и так что клиенты не будут этого замечать то есть сейчас уже выходит из моды когда мы цвет гелий пытаемся запихнуть под кутикулу чтобы здесь было плотно наоборот естественное отрастание чтобы луночка видна была вот так клиентам кажется маникюр более натуральный вот теперь я беру капельку кладу ее вот таким способом горошинку туда и не прожимая материал сейчас покажу вот так вот вам вот я присоединилась чуть-чуть наклончик сделала не прожимая материал я двигаюсь туда-обратно 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 я как раз создаю вот этот вот легкий шлейф геля чтобы он отрастал очень естественно и переход чтобы был плавный-плавный и в другую сторону делаю то же самое подсобираю материал всегда чтобы он был у меня в серединке гель достаточно жидковат он очень быстро распределяется поэтому работаем им прям быстренько-быстренько остальное стягиваем вниз смотрите если у нас допустим нужно приподнять свободный край то я прям посильнее стянула бы вниз материал но здесь у меня нарощенный ноготочек мне здесь приподнимать ничего не нужно соответственно я просто спокойно растягиваю можно тоненькой кисточкой чуть-чуть помочь распределить закрыть боковые линии я специально не вела материал по бокам я здесь тонкой кистью до работаю немножко переверну почему потому что материал очень жиденький и он и так прекрасно туда до течет не надо его намеренно ввести в боковые линии так вот он наш плавный-плавный переход очень красивенький на кончике тоже сильно много нам не нужно это нарощенный ноготочек все теперь я это сушу если не нравится такой сильный переход все-таки от я от натурального ногтя к яркости то я рекомендую тогда немножечко задекорировать блестками ну мои любимые 471 я их везде использую очень нравится вы можете взять любые какие вы тоже любите мне очень нравятся именно эти потому что они тонко ложатся хоть снизу хоть сверху замоделированного ноготка ну то есть у кутикул да он не дает толщины и плюс здесь у нас и чуть-чуть желтоватые чуть-чуть зеленоватые чуть-чуть розоватые вот они подходят эти блестки вообще к любому оттенку очень универсальные поэтому я его очень-очень люблю вот этот вот гель лак 471 очень удачный так посушили и смотрите видите вот этот переход вот если нам не нравится такой переход мы можем его как раз и блестками задекорировать но только после опила вот наша архитектура которая получилась ровненькая красивая но немножечко я все равно опилю понятное дело что я делаю на нарощенный ноготочек поэтому здесь все ровненько и опил будет совсем-совсем минимальный вот я всегда обезжириваю гелевые ногти потому что у них достаточно сильная липкость у гелей и она объем дает поэтому никогда не покрываю цветом или не рисую френч на липкость на геле так немножечко бачка и пройдусь по поверхности немного к свободному краю у кутикулы я работать пилкой не буду потому что у нас там очень плавный переход все и так ровненько красиво а вот внизу ноготочка я поравняю сейчас секунду и не забываем хорошо пошлифовать если вы выложили так что вам не нужно ничего опиливать вам и так все нравится вы можете просто зашлифовать ноготочек бафом просто обезжирить ногтевую пластину вот с гелем и начать рисовать или покрывать цвет нельзя ни в коем случае потому что гель у нас материал жесткий не пористый и у него нет присоединения обезжиренный когда он глянцевый вот обязательно если мы обезжирили мы его зашлифовали либо оставляем липкость но опять же я повторюсь что липкость я не оставляю когда мне нужно цвет покрыть либо уже френч нарисовать потому что липкость у геля достаточно объемная вот все готовы рисовать френч у меня есть подложечка черная сейчас вот она так приготовили кисточки кисточка скошенный квадрат номер 4 мне очень нравится именно оптимальный такой размер и линеарка вот 5.0 кейл 5.0 черная синтетика красочка альпийский снег и намечать я сейчас буду сразу скошенным квадратом промакиваем одну и вторую сторону потому что рисовать буду одной и второй стороной кто новичок и рисует мало только тренируется френч да можно допустим глазомер еще у нас недостаточно развит на френч на симметричность можно сразу задать высоту френча ну вот у меня вот так будет примерно да и от этого уже отталкиваться плюс естественно у нас усики должны быть на одном уровне это обязательно и френч может быть либо более плоский либо более вытянутый сейчас вообще очень любят чуть ли не до синусов доводить усики но я такой прямо глубокий не делаю вот так смотрите здесь есть один маленький секрет о котором мало кто знает как работать с кистью скошенный квадрат многие начинают красить так френч рисовать да то есть приставили кисть и ведут вниз так ровно не получается у нас линия френча линия улыбки не будет ровно она будет фестончатая что тоже некрасиво и очень сложно исправить рисовать скошенным квадратом нужно наоборот мы приставили давайте вот от серединочки приставили кисточку сейчас так вот приставили кисточку и ведем к линии френча и вниз к линии френча и вниз и вот так мы немножечко немножечко проворачиваем кисточку и прокрашиваем в одну сторону вот так то есть чуть ниже ставим кисть чем нам хотелось бы нарисовать нашу линию и подталкиваем маленький валик красочки вот таким способом и уводим его вниз то есть сначала вверх потом вниз сначала вверх потом вниз сначала вверх потом вниз и здесь можно кисть уже перевернуть в другую сторону и делаем тоже сам сейчас я наберу еще немножечко притопталась и начинаю делать то же самое если мне хочется более допустим такой узкие сделать да я могу еще раз вернуться и сделать поуже точно так же вверх-вниз 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 если где-то вижу неровность так же возвращаюсь на этот фрагмент и опять вверх-вниз вверх-вниз уголочком немножечко поравняли это первый слой так сейчас я вот здесь вот увидела это первый слой его можно посушить и продублировать уже вторым слоем но я не буду этого делать я люблю совмещать кисти я возьму здесь теперь линярку наберу на нее нашу гелевую краску альпийский снег эта красочка с липким слоем с небольшим и во-первых усики сделаю повыше потоньше чуть-чуть улыбочку продублирую так с этой стороны усик следим чтобы усики у нас были на одном уровне здесь улыбочку тоже продублируем и теперь смотрите я возьму немножечко побольше красочки и вот здесь в серединочку ее вот таким движением положу и от нее буду уже заполнять вниз вот так растягиваем вот отсюда выберу сколько мне нужно идти вот так сразу с первого раза рисую френч я не очень люблю его сушить два раза могу подправить если мне что-то не нравится от уголочков обязательно собираем иначе у нас такие белые скажем так сильно массивные уголочки будут нам этого не нужно обязательно после того как мы покроем финишем мы торец с вами подпилим еще разочек сушим и я не могу устоять я все-таки возле кутикулы немножечко прокрашу блестками вот эти блесточки они очень хорошо ложатся они не дают объема поэтому я могу это сделать прям сверху уже готового своего ноготочка и потом перекрыть просто топом так возьмем сейчас другую кисть вот такую чуть-чуть положу и легкими движениями сейчас все это мы с вами разные стороны растянем если многовато можно убрать слегка многовато по мне чуть-чуть хочется прям ну чтобы поменьше поменьше было блеска ну чтобы он был блестки крупные вот я уберу мне блестки здесь крупные не нравится все остальное очень хорошо все и потихонечку вот так вот вниз растягиваю интенсивнее возле кутикулы остальное вниз так так сбоку сейчас гляну если у меня тут вдруг что-то топорщится проверяйте обязательно вот так когда кладете блестки нет нет а какая-нибудь обязательно будет торчать и потом просто не очень хорошо и удобно получится с финишем вот так для любительниц дорого-богато можно еще добавить дизайны какие-нибудь цветочки или какие-нибудь надписи но мы с вами на этом остановимся я считаю что и так очень уже ярко получилось вот и дальше у нас с вами будет уже топ я обычно пользуюсь топ prime или топ ультрашайн здесь уже как вам хочется какой больше нравится отличие у них в том что ультрашайн это жидкий очень крепкий стекловидный топ prime он тоже хороший хорошо блестит он чуть погуще и хорошо держит за счет этого дизайны но я его на френч тоже использую прокрашиваю хорошо следим чтобы топ у нас на уголочке не попадал сейчас я кисточку быстренько почту от белого цвета и от уголочков немножечко вот так вот под соберу иначе у нас наш френч будет очень такой объемный знаете ноготь будет казаться как будто он трапециевидный так все вот так быстро и легко мы с вами нарисовали френч кистью скошенный квадрат вот такая вот кисточка номер 4 когда выбираете кисть обязательно следите за ворсом иногда бывает такое все таки это производство бывает что где-то что-то немножко подтарчивает вот то есть выбирайте кисточка которая идеальная ровная здесь срез он такой истонченный и очень хорошо быстро им рисовать так вот что у нас с вами получилось в конце мы с вами обязательно должны подпилить торец чтобы он был четкий красивый если вы где-то вот видите как у меня немножечко я вот не довела это все у нас подпилиться и будет четкий ровный торец и боковушки я тоже подберу потому что по боковушкам тоже иногда бывает что где-то что-то не докрасили вот поэтому когда делаете форму и опиливаете после архитектуры старайтесь немножечко оставить скажем так запасик для того чтобы потом в конце тоже было куда подпилить торец и боковые вот достаточно такие ярко получилось конечно для любительниц такого цвета вот но переход у нас смягчился блестками в принципе неплохо давайте я вам еще покажу что у меня на ручке потому что у меня здесь тоже френч но он вот видите разный так кожа очень сухая сейчас секунду я сейчас быстренько намажу кремушка очень быстро кстати впитывается мне очень нравится я взяла флюид вот такой бутсонг у него запах просто божественный вот кто любит такой знаете унисекс легкий легкий свежий но слегка с какими-то восточными нотками и древесными вот этот вообще супер мне очень нравится плюс он очень быстро впитывается для рук и тела прям порадовал у него кстати в составе есть витамины а и е вот аминокислоты которые очень хорошо ухаживают за кожей вот сразу она такая шелковистая классная становится очень мне понравилось так что если кто любит запахи такие слегка свежие древесные слегка такие восточные но не навязчивые это прям вот очень классный советую так смотрите что здесь у нас есть здесь я сделала точно так же как в этом варианте мы с вами поработали но здесь был у нас дайси гель вот такой оттенок на него я сделала проэкспериментировала здесь у меня френч на подложку я растушевала цвет 488 кстати в ленте должен по идее быть мастер-класс либо он в инсте здесь появится чуть позже либо уже выложили как я делала такой френч тоже есть вот это вот такой приятный цвет из новой коллекции неонов на архитектуру вернее под архитектуру я сделала легкую растушевку и потом сверху архитектуру сделала уже милки вайт то есть молочным гелем здесь блестки опять же это мой любимый 471 как и здесь а здесь у меня гель краска с блестками капля росы голубенькие вот такой вот вариант может у нас получиться по цветам очень красиво здесь растяжечка а здесь цветные гели вот так что разнообразить френч можно любым способом вроде бы это осталось классика белый френч но такой летний сочный вариант можно поярче можно понежнее с молочным гелем скомбинировать вот кому как нравится да буду ждать мастер-класс ну вот я говорю что он либо я его уже видела его где-то выложили на какой-то из платформ не помню на какой может быть в инсте он есть но здесь тоже должны уже выложить вот так что вот так спасибо большое что вы были сегодня со мной вот что посмотрели поучаствовали активно да и желаю вам очень легких красивых так что мы выложили и Продолжение следует...